Ну что друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию, уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут, мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Уважаемые любители рок-музыки, природная стихия, а именно песчаная буря, заставила нас зайти в сам отель. Но не сама буря нас загнала в отель, а спасатели. Они сложили все зонты и согнали всех из воды, с самого пляжа и от бассейна. Ну а тут как раз самое время пообедать. Мы решили зайти перекусить, а потом вам рассказать о том, как тут готовят. Вот в этом ресторане. Я не знаю, как он называется, но как это называется. Потом скажу. А еще я вам говорил, что в хорошем ресторане для разогрева всегда приносят горячий хрустящий хлеб и масло. Вот сейчас мы попробуем хрустящий, он здесь горячий. Я еще не пробовал. Тогда попробуем и оценим. Хороший этот ресторан. Чай принести правильно. А ну. Горяченький. Маком посыпаны. Три вида. Слушайте, как оно хрустит. А ну-ка. Великолепный, хрустящий, свежий хлеб с маком, с разными трубями, семенами и обычный. Ну вот просто класс. Понимают, понимают, ребята, как аппетит надо разогревать людям, хорошим, которые приезжают из России. Русские люди любят хлеб и масло. Федор Михайлович Достоевский как-то сказал, что красота спасет мир. Мудрый был человек. И его слова подтверждаются самой нашей жизнью. За примерами далеко и ходить не надо. Красота внутренней отделки и убранство отеля Джумейра Забель Сарай спасла рокера Волощука СД и его команду от песчаной бури. Ведь убегая от бури, мы попали в этот ресторанчик, который находится как раз на пути с пляжа к центральному лобби. И несмотря на то, что этот ресторан вроде бы как носит проходной характер, здесь очень комфортно, удобно и красиво. К этому комфорту и удобству располагают в первую очередь очень удобные и просторные кресла за обеденным столом. А во вторую очередь этому комфорту способствует хорошая вентиляция и кондиционирование. Когда такие технические вещи сделаны хорошо, то ты их просто не замечаешь. Их начинаешь замечать только тогда, когда они сделаны плохо. Так вот, здесь ощущение абсолютной естественности внутреннего микроклимата. И не холодно, и не жарко, и не дует в голову. Поэтому и не обращаешь на это внимания. Все как само собой разумеющееся. Значит сделано хорошо. И третье, что создает комфорт, это конечно же внутренняя отделка. Или как сейчас принято говорить дизайн, который здесь выполнен в дорогом восточном стиле. Тут мы опять возвращаемся к Федору Михайловичу и понимаем, как же он все-таки был прав. Ведь глядя на всю эту красоту, ты невольно умиротворяешься. А корень у этого слова мир. То есть получается, что красота самым непосредственным образом приводит нас к миру. А ведь это именно то, за что мы все боремся. И то, что спасет всех нас от погибели. Соответственно, если убрать промежуточное рассуждение про умиротворение, то так и получается, что красота спасет мир. Мудр был все-таки Федор Михайлович, мудр. А теперь хочу попробовать на закусочку итальянскую бурату в зелени и в каком-то помидорном соусе. У нас в Москве делают в некоторых ресторанах прекрасную бурату. Мне особенно нравится в Урюке. Там делают со сладким соусом и с клубникой нарезанной. Великолепно, потрясающее сочетание. Попробую здесь. Соус баклажанный великолепный, остренький, перченый, с зеленью. Очень вкусно, прям прекрасно. То есть хлеб отличный, масло-свежак, хорошее масло, пахучее, вкусное. Это с баклажанным соусом. Великолепно, Бурата. Великолепно, мне нравится. Что порадовало. Потому что иногда в ресторане люди приносят еду официанты не в той последовательности, которой принято в мире вообще. Сначала закуски, которые так и называются, закуски. Стартеры по-английски, аперитивы. А потом приносят уже первое блюдо, потом уже основные блюда. Вот они принесли грамотно. Сначала они порошки хлебушек, чтобы разогреть аппетит слегка. Потом принесли салат Бурата с баклажанным соусом. Великолепно. И сейчас принесли мне рыбный суп, крем-суп. Запах рыбный очень сильный. Хочу попробовать как на вкус. Ну что, очень насыщенный вкус, рыбный. В общем, не пожалели рыбу, так вот будем говорить. Вкусно. Вот реально вкусно. Он чуть-чуть кисловат, чуть солоноват. Очень хорошо. А про не пожалели рыбу расскажу, как мы в юности готовили уху двойного отвара. И вот когда уху двойную хочешь сварить, то сначала вот эту мелкую рыбешку, которая такая некондиционная, ты едешь марлю, отвариваешь до тех пор, пока она не разварится до каши. И оттуда вынимаешь, а уже потом туда бросаешь картошку, крупу, зелень, славоровый листик, ну делаешь уху. И потом уже крупную рыбку, ненадолго туда, чтобы она немножко проварилась. Поэтому бульон получается прозрачный и очень наваристый, очень вкусный. И с утра, когда ты просыпаешься в палатке на природе, а этот казан стоит на костре, и там остались остатки ухи на дне, то она с утра застывает, как желе, потому что она очень наваристая. Из-за вот этой двойной проварки и с утреца оздоровится вот этой ушицей. Потому что вечера обычно все очень весело. И вот здесь очень насыщенный вкус. Они рыбы не пожалели, очень вкусно. Принесли очередное блюдо. Креветочки в темпуре. Сейчас попробую, скажу вам. Очень удачное блюдо, реально очень вкусное. Хрустящий вот этот кляр и свеженькие креветки. Прям вкус обалденный. Очень вкусно этот соус. Острый. Прекрасное блюдо. Все здесь хорошо, кроме одного. Официанты невышкаленные. Я сразу, еще и обед я не закончил, а уже сразу скажу, что их надо на стажировку в рестораны нашего Аркадия Новикова. Там их вышкаливают так быстро. Ходит, ходит. Пока позовешь его, он не обращает внимания на публику. То есть официант должен стоять, наблюдать за своими столами, за которыми он закреплен. Чтобы не ждали люди. Мы три раза говорили, принесите перец и соль. Тут все вкусно вроде бы, но вот эти портят. Ну ладно, но это вкусно, реально. Повар хороший. Ну и в заключение мне принесли основное блюдо. Я не ожидал, что он такой большой. Это микс различных видов мяса. Баранина, телятина, курица, ну и все. Начну с моих любимых лэмбчопов. Хорошо. Ну было бы странно, если бы они еще не умели баранину готовить. Это все-таки Арабия. Здесь основное мясо, это баранина. Вкусно. Попробую вот этот люля-кебаб. И это хорошо. Теперь вот кусочек телятинки. А ну. Ну что, хорошо. Хорошо. Мясо умеет готовить. Курица. Все хорошо. Поэтому я, честно говоря, уже наелся. Это я взял специально, чтобы попробовать и вам сказать, вкусно или нет. Только ради этого. Все вкусно. Все великолепно. У этого ресторана есть один минус. Невышкаленные официанты. Еда вся вкусная. И закуска, и хлеб, и масло. Вода прекрасная итальянская. И мясо отлично приготовлено. Картошка с чесноком. Очень вкусно. А вот это блюдо заказал мой гениальный режиссер, с которым вы все знакомы, конечно же, с Елена Ивановной. Она заказала себе микс рыбки всякой. Опять-таки попробую, потому что я уже наелся от души. Начну с салмана. С темги в переводе на русский язык. Неплохо. Я бы сказал так. Обычно. Кальмарчик. Неплохо. Так. Какая-то беленькая рыбка. Какая-то не знаю. Беленькая. Гребешочек. В общем, добротно, хорошо приготовленная рыба. Хорошо. На гриле сделано. Все классно. Все вкусно. Повторюсь. Все хорошо, кроме невышкаленных официантов. Ну, не умеет. Тройка всем официантам. Это максимум, что я могу им поставить. Несмотря на их улыбки. Повару ставлю. Четыре с половиной. Для того, чтобы было пять баллов. Оно должно быть. Язык проглотить называется. Это вкусно, добротно. Но это не шедевр кулинарии. И... Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Валащу.